на аукционе весенний 22 покажу вот эту картину владимира вахмянина пчельник по мотивам андрея шилдера 80 на 100 холст масло 2018 год аукционная цена 220 тысяч рублей художник владимир вахмянин часто создает копии картин старых мастеров не в точности повторяя мазок в мазок а привнося свои особенности и дополнения как бы предполагая что автор оригинальной версии был бы окончательно удовлетворен случившимся наконец завершением работы вот оригинальная работа андрея шилдера пчельник 1894 год холст масло 33 на 53 сантиметров находится на нижегородском государственных художественном музее уже формат копии в два раза больше оригинала возможно художнику владимиру вахмянину не хватало более четкого рисунка более развернутого пространства более фотографичной реальности проходящего на картине действия оказывается есть такое мнение что питерская и московская школы живописи отличались разностью подходов к изображению пейзажа питерцы выдумывали картину из головы зачастую отказываясь от этюдных подготовительных набросков полагается на память и полет фантазии процессе работы москвичи же наоборот все фиксировали в этюдах схватывая малейшие случайности и неожиданные откровения в процессе рисования они таким образом стремились показать свои впечатления и передать их в глаза зрителю художник адрей шильдер относился к питерской манере живописи вспомнил как однажды увидел человека сидящего среди странных высоких деревянных чурок летним днем а когда узнал кто он и почему тут сидит с таким видом восточного созерцателя в русской косовородке и мужицкой бороде то запомнил этот миг навсегда пока не выплесну это воспоминание на холст поэтому на оригинале видна какая-то поспешность работы небрежность которая не всем видно но понятно почему появившиеся успеть все вспомнить успеть правильно разместить все как было это все равно что сфотографировать на полароид формат маленький резкость слабая но главное запечатлеть наверное всеми этими свойствами отмечены многие шедевры художников передвижников мне например как не сильно искушенному зрителю как раз нравятся эти нюансы и то что свет тут так именно впечатывает и выпячивает объекты и что пасечника почти не видно но художник владимир вахмянин на то и мастер чтобы попробовать исправить то что он считает нуждается в исправлении дело в том что андрей шилдер не получил художественного образования он родился в семье художника академиста он общался и рисовал вместе с иваном шишкиным и многими другими выдающимися художниками того времени безусловно у андрея шилдера был талант живописца однако юноша с кадрами на охоте он случайно убил брата и то что не получил художественного образования всю жизнь не давали полной уверенности в себе как в художнике творчество андрея шилдера было востребовано в свое время но тот метущийся дух беспокойства не всегда благотворно влиял на благополучный исход завершенной работе вот может еще и потому наш современник художник владимир вахмянин попытался провести такую своеобразную работу над ошибками и и и и и и и